всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карцфельда библейскими текстами по синодальному переводу установление пасхи и сказал господь моисею арону земле египетской говоря скажите всему обществу сынов израилевых в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам по агнцу на семейство а если семейство так мало что не съест агнца то пусть возьмут соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ по той мере сколько каждый съезд расчислитесь на агнца агнца у вас должен быть без порока мужского пола однолетний возьмите его от овец или откос и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца тогда пусть закурит его все собрание общество израильского вечера и пусть возьмут открою его и помажут на обоих косяках и на перекладины дверей в домах где будет есть его пусть сидят мясо его сию самую ночь испеченная на огне с пресным хлебом и с горькими травами пусть сидят его ешьте живота пульт будут чресла ваши перепоясаны обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью это пасха господня а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд я господь и будет у вас кровь знамением на дома где вы находитесь и увижу кровь и пройду мимо вас и не будет между вами язвы губительной когда буду поражать землю египетскую и да будет вам день сей памятен и празднуйте и вонный праздник господу во все роды ваши как восстановление вечное празднуйте его текст по книге библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу